МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 мужских и женских весовых категорий, возраст от 17 лет и старше. Турнир ежегодный, рейтинговый победитель, получает баллы, которые идут в зачет на отбор Олимпийских игр. Россиянин Артем Степаненко только входит во взрослую категорию, но уже успел оценить технику опытных спортсменов. Я посмотрел бои ребят, сюда приехал Индия, Казахстан, Саудовская Аравия. Мне безумно понравилось, как они дерутся. Это совершенно другое, это не техника, не тактика России. Их вращения, они просто потрясающие, если честно. Как оцениваю свои бои? Я постарался, сделал много, но считаю, что есть недоработки, над которыми стоит работать. В турнире участвуют не только призеры чемпионатов России и Европы, но и те, кто только начинает свою спортивную карьеру. Приехали и топовые спортсмены, двукратной победительницы первенства России и Европы Джаврия Талиевой. Старые травмы не помешали занять второе место. Сейчас по приезду я практически сразу уезжаю на свое второе тренировочное мероприятие по юниорам, подготовка к первенству Европы, которая будет проходить в Боснии и Герцеговине. Президент Союза Тхэкванду России Анатолий Терехов отметил качество подготовки бойцов. Кто запланировал получить свои баллы, они уверенно идут к ним. В целом уровень достаточно хорош, несмотря на перерывы, выступления и так далее. И физическая форма, и тактическая подготовка достойны у всех спортсменов. Участие в турнире спортсменов из других стран позволяет оценить их технику, перенять зарубежный опыт, в то же время показать свой уровень. Впечатлениями поделился спортсмен из Бразилии. У меня уже было три поединка. Первый с Россией, второй с Казахстаном, третий снова с Россией. Самым сильным боем я считаю свой последний, с российским спортсменом. И вообще у России очень сильная техника и стратегия. По итогам соревнований у России 16 золотых, две из которых у одинцовских спортсменов, воспитанников училища Олимпийского резерва номер один, 16 серебряных и 32 бронзовые медали. Татьяна Мигдаль, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».